Здравствуйте, друзья! Приглашаю вас на выставку винтажных и антикварных игрушек, которая проходила в Чехии в городке Лебоховице. Сразу возле входа нас встречают куколки из Германии. Полюбуйтесь, какие нарядные красотки! Игрушки, которые здесь представлены, являются частью частных коллекций и собраны буквально со всего света. Также здесь есть и куколки из Советского Союза. Двух кукол я узнала, а насчет третьей у меня некоторые сомнения. Поэтому, если вы знаете, что это за куколка, пишите в комментариях. Это очень интересно! По словам организаторов, большая часть кукол, которые здесь представлены, это производство компаний Зоннеберг и Арманд Марсель. У куколок очень милые лица, но, правда, не у всех. Некоторые куколки производят такое неоднозначное впечатление. Одежда на некоторых куклах винтажная, но на некоторых видно, что это уже современная работа. Также можно увидеть куколок в вязаных платьицах. Это очень часто. И в Чехии наряжали девочки в 50-60-х годах своих любимых куколок именно в вязаные платьицы. У многих кукол парики из натуральных волос. У нас, чтобы зри поз парики из натуральных волос. А мне очень понравилась небольшая немочка в таком красивом сарафане и с чудным нежным личиком. Также можно увидеть и современные игрушки, но это не уже выставочные экземпляры. На выставке можно было поиграть в игру, и детишки с удовольствием заполняли анкету, разгадывали героев мультиков и получали за это небольшой подарок. Куколки с большими головами и такими непропорционально маленькими телами производят неоднозначное такое впечатление. Ну а дальше три сестрицы под окном пряли поздно вечерком. Какие чудные куклы. А вот эта красавица, она прям при полном параде, и платье на ней прекрасное, и головной убор. За ними стоит табличка, и это все куклы уже выполнены из фарфора. Чудная колясочка, и в ней не менее чудный пупс. А вот этот велосипед и куколку, к сожалению, плохо видно, потому что свет падал из окна, и плохо можно разглядеть. Но непонятно, на этом велосипеде или детки сами ездили, или катали на нем кукол, но скорее всего ездили сами. Вот тоже достаточно редкий пупс. Ну а это мадам, даже бусы надела на себя, надела. Ну а вот эта куколка, скорее всего, Арманд Марсель. Дальше уже начинаются куклы из Франции. Какая маляпусенькая платьица куколка. Вот это так называемые бодуарные куклы, тоже очень интересные. Это грустная девочка. Но, к сожалению, увидеть каких-то редких французских кукол на этой выставке не удалось. А здесь уже начинаются куклы, которые выпускались в Чехословакии. И вот эта куколка платьится в горошек с голубой юбочкой. Это самая известная кукла 60-х годов. Звали эту куклу, ну и зовут эту куклу Зузанка. Выпускалась она на заводе, который производил изделие из резины. Она выполнена из резины, причем она пахла. Поэтому куколка была, куколок называли даже ванявки, но по-чешски. Сейчас это сувенирные куклы. А дальше опять начинается мебель, что-то связанное с домом, домики, обстановка. Вот фирма Хемопласт, это очень известный производитель игрушек был в социалистической Чехословакии. Вот такие два ползущих пупса, они заводные, там ключик к ключикам поворачивается, и они начинают ползти. Такая мебель была, производилась тоже компанией Хемопласт, и девочка могла полностью сделать себе домик, обставить для своей куколки. Это куклы, которые мы сейчас видим, написано, что это подарки. То, что частным коллекционерам их музею было подарено различными людьми. Тут есть и старинные куклы, есть и плюшевые игрушки, есть вот такая темненькая куколка. Вот и обезьян замечательная. А вот эта кукла, это, вот написано, что это подаренные игрушки. А вот эта вот куколка в черном костюме, это трубочист. Это, кстати, очень популярно было выпускать вот именно в таком черном костюме кукол. Девочка высокая, это следующий производитель. Это чешская фабрика Хамира. А вот этот малыш, это тоже очень интересная и редкая кукла. Желанная в коллекциях, она называет, фирма выпускала дубина. Вот у него, правда, глазика нет, к сожалению. Но вот и первый, первый советский пупс. Это Димка с хохолком. Я его сразу узнала. Вот такой замечательный тут сидит. В скромненькой, правда, одежде. Она в очень хорошем состоянии. Глазки у него цели. Это тоже плюшевые игрушки. Это все, что вот было подарено в эту коллекцию частную. И вот куклы производства фабрики Хамира. Посмотрите, какие у них интересные личики. Они такие щекастенькие, курносенькие и очень-очень глазастенькие. Их легко узнать. И было произведено большое-большое количество этих кукол. И сейчас нельзя сказать, что они очень редкие. У многих в домах есть эти куклы. Ну и коллекционеры также кукол в фабрике Хамира покупают. Самое ценное, это вот когда она в упаковке. Лучше, если ей никто не играл. То есть у нее сохранилась ее родная одежда. Но они такие вот похожие как-то в одном стиле почти. Вот это колясочка для того, чтобы возить куколок. Это пупсы, да, малыши. Некоторые в таких замечательных чепчиках. Вот это голубоглазые просто загляденье пупсик. Вот этот уголок. Тут написано, что здесь можно приходить и фотографироваться с куколками. Вот Мишаня сидит замечательный. Все, пупсик спит. Вот какая колясочка. Тоже для того, чтобы катать малышей. Это приблизительно, наверное, какие-то 50-е. Вот эта куколка, я думаю, что она из Советского Союза, судя по ее личику и костюму, да, платью. Но я не знаю, что это за фабрика. Какая фабрика производила таких кукол. Так что напишите в комментарии. Если знаете, очень интересно это будет узнать. И тут такие сюжетные прям обстановка. И папа с мамой, и малыши ползают. Полностью все, чтобы девочка могла развивать свою фантазию. Там и бабушка сидит в качалке. А это фабрика, которая производила вот эти наборы детской мебели. Тоже уже достаточно редко можно приобрести к себе в коллекцию такую мебель. Попадается она на аукционах, на блошиных рынках. Но стоит недешево. Стоит недешево. Да, это куколки из Италии. Невероятные красотки. Особенно меня поразило платье вот этой куклы. И смотрите, как у них отличаются уже и личики от чешских куколок. Очень красивые. Мне тут привлекла внимание лошадка. Даже интересно сделана с такими интересными проработанными деталями. Красавица кукла. И следующая куколка из Советского Союза. Это самая знаменитая Нина Ходячая. Кстати, Хамиры тоже выпускали кукол Ходячих. Можно было брать за ручку. Ну, у кого не было такой куклы, у меня она до сих пор есть. Ждет своего часа реставрации. А это куклы из Японии. И вот этот маленький пупсик. Это американец. Компания Ниппон производила таких кукол. Это куколки, которые вы сейчас видите, сделаны из целлулоида. У меня есть целая коллекция таких кукол. И они уже тоже становятся достаточно редкими из-за своей хрупкости. Потому что целлулоид очень хрупкий материал. И то ручка, то ножка. И, конечно, такие куклы тоже стараются приобрести в коллекции. Вот этих двух, вот этот мальчик и с правой стороны девочка вот эта, они достаточно редкие уже в Чехии. Это тоже чешская компания производила под названием Фатра. Это тоже чешская куколка. Это производитель компания Технопласт. Ну вот опять же указывается, что вот эти куклы производились на фабрике Гуматекс. Эти красавцы и вот с левой стороны даже в национальной одежде это куклы из резины. Причем резина была пахучая. Вот этот мальчик это Франтишек, а девочки это Зузанки. Но я читала, что Франтишка можно было одеть девочкой и тогда он становился с девочкой. А вот это куклы на одной из старейших чешских фабрик выпущена Дубина. Синеглазый какой малыш. Вот опять куколки фабрики Хомира щекастенькие курносенькие. И обратите внимание, я только на видео увидела, что здесь спряталась Маша и Медведь. Вот эти куклы их можно приобрести. У них есть и ценники. Вот эта кукла 300 крон стоит, 200 крон. Мое внимание привлекла вот эта кукла с таким плакским выражением лица. Ну просто ужас, как ее было жалко. Но у нее уже и пожелтели глазки и в общем я ее не стала покупать. Хотя стояла, крутила, вертела и думала не забрать ли мне ее такой уж у нее жалостливый вид. В центре на стеллажах представлены плюшевые игрушки. К сожалению, тут я ничего не могу точно сказать, где они были сшиты, что это были за фабрики. Поскольку я знаю только немецкую вот и видно вот этот мешание это немецкая фабрика. фабрика. Тоже большой ассортимент различных мультяшных героев. но и не только мультяшных разные звери. Судя по виду, скорее всего, это где-то наверное 70-е годы. Вот насчет этого песика я не знаю. Тоже похож на советскую заводную игрушку, но мне кажется, что он не из Советского Союза. Мишка замечательный, чудесный. Уже скорее всего немецкий соломенный. В Чехии, кстати, выпускали мишек. И у меня такой мишка один есть, чехословацкий, но он сильно отличается. Я его, кстати, здесь не увидела. А песик и кошка это герои сказки, рассказов о приключениях песика и кошечки. Такая очень популярная книжка в Тихии. и в Субтитры сделал DimaTorzok Куклы, которые одеваются на руку и можно показывать какой-то спектакль Огромный грузовик, я помню у нас тоже в детском садике были такие большие экраны и грузовики И мальчики с удовольствием в них играли Ну а вот это такая чехословацкая кукла Барби На этом наше посещение выставки заканчивается Если оно вам понравилось, ставьте пальчик вверх Пишите ваши комментарии И до новых встреч!